всем здравствуйте сегодня гартер бар итак начнем с того что наберем петли для работы с гартер баром необходимо хорошая оттяжка выполним вот такой набор петель сразу с оттяжкой навесим гребенку мне лично удобнее работать когда гребенка расположена на нижней игольнице закройте нижнюю игольницу крышкой канью или любым чехлом для работы с гартер баром удобнее когда петли достаточно свободно но насколько свободно например эту пряжу я бы вязала на плотности 7 для работы с гартер баром я буду работать на плотности 8 извлекаем в виде большого декера вот такой вот гартер бар обратите внимание на желобки которые здесь имеются выпуклые желобки расположены к вам сверху в том случае если например вам нужно выполнить вытачки если вам нужно выполнить например любой рисунок кроме платочной вязки платочная вязка кстати это один из узоров многие ради которого и покупают гартер бар вот такая фиксирующая гребенка служит она для фиксации игл чтобы удобнее было работать я хочу провязать платочную вязку для этого каретку переведу влево холостым ходом мне нужно выдвинуть иглу в позицию е и задвинуть петли таким образом чтобы петли ушли за язычки игл а вот теперь нам внимательно нужно посмотреть на желобки для платочной вязки мне нужно чтобы а мои желобки были вогнутые вогнутом виде смотрели на меня если я не буду использовать эту фиксирующую гребенку мне будет довольно таки неудобно надеюсь гартер бар на иглы берем фиксирующую гребенку основание и устанавливаем на пятки игл и фиксируем иглы наши иглы плотно зафиксированы и теперь легко можем надеть гартер бар на иглы буквально одним движением теперь движением на себя поэтому обратите внимание у меня навесная гребенка с грузами движением на себя переносим петли на гартер бар для того чтобы не делать лишних как я говорю тело движений удерживая гартер бар двумя руками движением вверх и от себя отталкиваем язычки игл они должны быть открытыми разверните гартер бар таким образом чтобы вогнутые желобки теперь отвернуты от вас посмотрите почему я говорила что при работе с гартер баром удобно когда петли достаточно крупные для хорошей работы необходимо чтобы петли упали вниз также одним движением вам нужно сделать следующее желобки установить на иглы вот таким образом немножечко потянуть на себя и вы почувствуете что они уже петли вот уже расположены на иглах и извлекаем гартер бар извлекаем фиксирующую гребенку и провязываем один ряд обратный ряд снова проходим холостым выдвигаем иглы при помощи фиксирующей гребенки фиксируем иглы опять берем в руки гартер бар и снова смотрим чтобы желобки вогнутые своей частью были расположены к нам гартер бар легко устанавливается на иглах снимаем петли движением вверх и от себя отбрасываем язычки если не все язычки удалось отбросить откройте язычки при помощи любого удобного предмета гартер бар разворачиваем вначале поднимаем таким образом чтобы петли опустились опускаем желобками на иглы видим что все петли надеты на головках иглы и теперь гартер бар под под таким углом потому что если вы его установите вертикально то ушки гартер бара наденутся на головки иглы потом и будет кстати неудобно снять поэтому вот под таким углом угол примерно 30 градусов вытаскиваем гартер бар один ряд провязываем второй ряд проходим холостым помните что при вязании именно платочной вязки когда вы переносите петли на гартер бар желобки должны быть расположены вогнутой частью к вам используйте гребенку с грузами таким образом вы сможете работать гартер баром буквально одним-двумя движениями если у вас по каким-то причинам не получилось с первого раза надеть петли лучше не пытайтесь поймать иглы аккуратно освободите опять же под углом гартер бар буквально стряхните петли вниз таким образом чтобы они опустились до основания и снова навесьте желобок и на иглы почувствуйте что петли закрепились и под углом 30 градусов освободите гартер бар но гартер бар нужен не только для того чтобы вязать платочную вязку либо убавлять петли при помощи гартер баром можно выполнять еще разнообразные рисунки если вам понравилась эта тема и вы хотите продолжение обязательно пишите комментарии